Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире радиостанции «Голос надежды» звучит программа студенческого радио из Заокска. Дорогие друзья, мы снова в эфире. С вами студенческая радио из Заокска. Радио, которое заряжает энергией. И сегодня у нас два очень энергичных, бравых молодца, которые рассказывают о своей жизни в Заокском, о том, как проходят будни студентов, как они сюда попали. И мы выискиваем всякие интересные детали из этой жизни, чтобы рассказать вам. Итак, о чем же мы поговорили в первой части нашего диалога? Ну, во-первых, мы познакомились с нашими товарищами. У нас сегодня в гостях Сергей и Кирилл. Они рассказали о том, какие служения здесь проходят, немножко о парах, о нашей чудесной, прекрасной столовой. В общем, немного о студенческой жизни. Мы начали обсуждать день среднестатистического студента. Мы дошли с вами до обеда. А что у нас идет после обеда? Студенты отрабатывают. Вот давайте поговорим теперь об отработке. Что это такое? Скажите, что это такое вообще? Странное слово – отработка. Это возможность для студента отработать некоторую стоимость обучения. И также социальная отработка, когда студент имеет возможность послужить вузу каким-то трудом или своими знаниями. Собственно, что делает студент? Копает траншеи или... Ну вот, кто чем занимается? Ну, тот наш, в чем специализируется. Ну, каждый может выбирать. Ему предоставляется право выбора. То есть некоторые, они ремонтируют комнаты другим. Например, мальчики к нам приходят и ремонтируют. Если у нас сломался шкафчик. А девочки приходят и ничего не делают. Да, девочки часто используются, например, служат в административном корпусе помощником секретаря. Вот. То есть бумажной работой им доверяется клининговая работа. Так красиво это назовем. Это по моей части. Я после обеда беру веник, беру совок и иду на улицу. И поэтому у нас здесь так чисто, Даник. Да, друзья. На самом деле это прекрасная возможность поработать. Физическая нагрузка после мозгового штурма на парах. И, по-моему, это очень весело. Вообще, мне кажется, еще отработка дана студенту для того, чтобы он мог реализовать свои какие-то мечты, свои способности. Может быть, раскрыть какие-то свои таланты. Вот, например, Даник, он когда сюда приехал, он уже раскрыл, конечно, но он здесь реализовал вот это вот радио, можно сказать. Он воплотил свои мечты. Радио для нас тоже служение, для нас это является социальной отработкой. Мы служим этому миру, а почему бы и нет? Например, я совершаю служение, и в то же время это является моей отработкой. Пою в церковном хоре. Это на самом деле очень здорово. Ну, и действительно, твоя душа радуется, когда ты занимаешься своим любимым делом. Еще приносишь пользу другим окружающим. Вот, это вдвойне радостнее. А вот бывает же лень выйти на отработку. Что ты делаешь? Можно пропускать отработку? Ну, я думаю, надо вот как бы через день перебороть себя, как бы пойти вот и так через силу просто сделать. А что будет, если ты пропустишь отработку? Ну, об этом еще никто не пропускал. Об этом еще никто не пропускал. Из сверхневозможного, из области неизвестности. Мы решили не рисковать. Мне нравится ваш позитивный настрой, так держать. Мы узнали, что Кирилл встает позже Сергея. А что касается отбоя? Кто из вас позже ложится спать? Вообще, когда положено ложиться спать? Ну, мы на самом деле с Сергеем лучшие друзья. И мы, в общем, во многом схожи очень. И поэтому мы, в принципе, как-то... В одно и то же время ложимся спать, чтобы никому не мешать. Вот что касается никому не мешать, каков режим в Академии? Ну, вообще, в Академии все должны ложиться спать в 11 часов по выходным и в полодиннадцатого по будням дням. А что будет, мой любимый вопрос, а что будет, если нарушить это прекрасное правило? Что будет замечательная встреча с нашими наставниками. Любимыми наставниками. Давайте поговорим о наставниках. Что это за люди? Вообще, они прекрасные люди все. И они очень следят за студентами, помогают им, поддерживают во всем. Вот как лично они тебе помогают? Ну, по любым вопросам я могу подойти к ним, спросить. Они всегда поддержат и дадут ответ. Это вопросы только бытовые? Либо, может быть, личные вопросы, духовные? Я думаю, что во всех вопросах можно подойти к ним. Я думаю, они поддержат в любых вопросах. Да, и это касается по поводу отбоя тоже. Если вы вдруг не сделали какие-то уроки или не подготовились к предстоящим парам, то вы можете подойти к наставникам, и они вам позволят выучить что-то, какое-то подготовиться, то есть даже ночью. То есть милость превозносится на суду. Но в любом случае с ними лучше не конфликтовать. Если надо что-то, то надо только просить. Они всегда идут навстречу. Я думаю, даже если вы каким-то чудом остались голодные, то я думаю, они накормят вас. Это уже не раз было. Они очень добрые люди. Да, вот, Кирилл, поднимется ли у тебя язык назвать этих чудесных людей, как это сказать, общежишной мамой и папой? Студенческой мамой и папой? Да, конечно, я в этом уверен. Ну, просто в прошлом году у нас был немного другой наставник. Он был очень строгий, но в то же время очень понимающий. То есть его можно спокойно отнести к роли отца. Ну, наказывает сурово. Но с любовью. Да, но с любовью, конечно. Если наказывает, значит любит. В этом году новый комендант мужского общежития. Я уверен, что он тоже... Но я еще с ним не ознакомился. Я уверен, что он человек тоже... То общение, которое было, оно уже было такое на позитиве, с мудростью. Так что все будет хорошо. Это самое главное. Ну, вот у меня вот мой личный вопрос. Ребят, когда вы закончите... Вот, Сереж, ты институт, ты академию, улетишь в Штаты, возможно. Вот какие у вас планы на будущее? Чем вы хотите заниматься? Ну, я, конечно же, по типу специальности, скорее всего, заниматься латшатным дизайном. И планируешь жить в Америке? Вот это уже точно не знаю. Ну, как бы я хочу попробовать, а там уже, ну, как мне понравится или нет, уже известно только, наверное, Богу одному. Сережа, а ты? Ну, я думаю, что Бог поможет мне стать тем, кто Ему нужен, и служить людям и Богу. Переводить людей важных. Другим важным людям. Да. И неважных. Главное, чтобы я смог служить Богу. Да, соединять людей, это прекрасно. Света, мы с тобой тоже будем переводчиками. Да. Тебе верить и учиться. Будем переводить друг друга, я думаю, что получится. Как минимум друг друга мы уже сможем перевести. Хорошо, друзья, время неумолимо, и потихонечку нужно уже закругляться. Переходить к специальному вопросу, я тебе сказала. Да, у нас есть специальный вопрос, который мы сдаём всем нашим гостям, и мы ждём от вас специального ответа. Ребята, постарайтесь ответить максимально честно. Договоритесь, кто из вас первый будет отвечать. Кирилл первый. Хорошо. Кирилл, представь, что тебе дана возможность попросить у Бога об исполнении только одного желания. Что бы ты попросил? Лично для себя. Стоит немножко поразмышлять, конечно. Ну, денег не просить. Может быть, уже у тебя, Серок, ответ созрел. Ну, самое главное, что я, конечно, бы хотел, это быть счастливым, наверное. То есть Бог бы тогда сам решил, что для меня лучшее, и что было бы для меня более подходящее. Просто для каждого человека счастье, оно индивидуально. Кто-то счастлив по поводу чего-то одного, кто-то из-за чего-то другого. И тогда бы Бог решил за меня, в чём я был бы более счастлив. Да, я думаю, Бог знает, от чего мы счастливы, и что вообще значит счастье. Я думаю, Он посылает нам соответствующие какие-то события нашей жизни, какой-то опыт, который делает нас сильнее. Я думаю, что Бог приготовил нам будущее прекрасное. И всё же. Какое бы оно ни было, оно всё равно будет. Что бы ты пожелал? Что бы я пожелал? Для себя. Хотелось бы увидеть больше в этом мире, путешествовать, знакомиться с разными культурами, людьми интересными, увидеть больше всего прекрасного. Отлично, господа. Для вас есть сейчас уникальная возможность оставить какое-то пожелание для наших радиослушателей, будь они студенты или преподаватели, либо пенсионеры, без разницы. Нас слушают самые разные люди, и они будут рады услышать что-то приятное от вас. Ну, в общем, я бы хотел пожелать всем последующим и предшествующим поколениям, то есть всем, чтобы все вы бывали в этом замечательном месте, насладились этой красотой, даже тем же пейзажем, который вокруг Завовска, он тоже, мне кажется, очень замечательным. И, естественно, кампусом. Реально что-то такое, в общем, что вы не увидите в обычных университетах. В общем, ты желаешь, чтобы каждый приехал, увидел, удивился и рассказал друзьям. Сергей? Ты думал, я найден очень снег, мы ждем твоего золотого пожелания. Он думал, что мы его не заметим. Да, на самом деле это потрясающий опыт, когда есть возможность учиться в Завовске, и тем, кто еще думает, стоит ли приехать в Завовске или нет, конечно же стоит. Вы ничего не потеряете, вы очень много обретете тут, это круто очень. Спасибо вам. Друзья, в гостях у нас сегодня были два невероятных хлопца, которые рассказали нам о своей жизни, раскрыли свои секреты, души нам излили. Нам очень приятно, мы желаем вам, ребята, развиваться, служить Богу и быть счастливыми людьми. Всего доброго. А после музыкальной композиции вы услышите аудиокнигу «Великая борьба», которая раскроет нам, что Библия говорит о будущем нашего мира. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дух недовольства «Под маска почтения к Богу. Он стремился вызвать недовольство Дать возможность всем небожителям подняться на более высокий уровень». Господь проявлял Дмитрий Дмитрий предлагали прощение при условии, что он раскается и смирится. Все усилия безграничной любви были направлены на то, чтобы раскрыть ему его заблуждение. Дух раздора до той поры был неизвестен на небесах. Вначале и сам Люцифер не понимал истинной природы своих чувств. Но когда ему было показано, что для недовольства нет оснований, Люцифер убедился. Божественные требования справедливы. Он должен был перед всем небом признать это, и если бы он так и поступил, то мог бы спасти себя и многих ангелов. Если бы он добровольно вернулся к Богу, удовлетворясь тем местом, которое отведено ему в великом плане Божьем, то был бы восстановлен в своих прежних правах. Но гордыня не позволила ему подчиниться. Утверждая, что ему не в чем раскаиваться, он окончательно вступил на путь великой борьбы со своим Творцом. И весь свой незаурядный ум он направил на обольщение ангелов, находящихся под его управлением. Сатана жаловался на несправедливость, проявленную к нему, на незаконное ущемление его свободы. Извратив слова Христа, он прибег к прямой клевете, обвиняя Сына Божьего в намерении опозорить его перед всеми небожителями. Всех тех, кого ему не удалось привлечь на свою сторону, он обвинял в безразличии к интересам небожителей. Он начал превратно истолковывать действия Творца. Его политика заключалась в том, чтобы при помощи различных хитросплетений посеять среди ангелов замешательства относительно намерений Божьих. Все простое он облекал тайной, и, искусно извращая самые ясные постановления Бога, бросал на них тень сомнения. Его высокое положение придавало еще большую силу всем его утверждениям, и многие, обольстившись, примкнули к восстанию. Недовольство перерастает в открытое восстание. Бог в своей премудрости разрешил Сатане продолжать его деятельность, пока дух недовольства не вылился в восстание. Это было необходимо для того, чтобы полностью обнаружились его планы, чтобы все увидели их подлинную природу. Люцифер пользовался большой любовью небожителей и оказывал на них сильное влияние. Господь управлял не только небожителями, но и всеми сотворенными им мирами, и Сатана надеялся, что если ему удастся вовлечь свой мятеж ангелов, то он обольстит и другие миры. Он прибегал к различного рода уловкам и лукавствам. Сила его обольщения была очень велика. Даже преданные ангелы не вполне могли постичь его характер и понять, к чему ведут его деяния. Сатана занимал такое высокое положение, и все его действия были обличены такой таинственностью, что ангелам было очень трудно понять истинную природу его деятельности. До тех пор, пока грех не созрел, трудно было понять, каким пагубным последствиям он ведет. Святые существа не могли вообразить последствий, вытекающих из нарушения божественного закона. Вначале Сатана утверждал, что старается укрепить и усилить славу Господа и способствовать благу всех небожителей. Господь мог бороться с грехом только праведностью и истиной. Сатана же использовал то, к чему не мог прибегнуть Бог — лесть и ложь. Все должны были понять истинный характер узурпатора. А для того, чтобы он разоблачил себя, требовалось определенное время. В расколе, произведенном сатаной на небе, он обвинял Бога. Он заявил, что все зло — это следствие божественного руководства. Поэтому необходимо было, чтобы он на практике продемонстрировал предлагаемые им изменения к божественному закону. Осудить его должны были его же поступки. Нужно было перед всей вселенной разоблачить обманщика. Даже тогда, когда было решено, что он не должен больше оставаться на небе, безграничная мудрость не уничтожила сатану. Верность Божьих творений могла покоиться на убежденности в его справедливости. Обитатели неба и других миров, будучи не в состоянии постичь последствий греха, не могли бы считать Бога справедливым и милосердным, если бы он уничтожил сатану. Если бы сатану сразу уничтожили, тогда они служили бы Господу не из любви, а из страха. И обманщик не был бы полностью побежден. Дух мятежа не удалось бы искоренить. Для вечного блага всей вселенной нужно было позволить сатане более полно развить свои принципы, чтобы его обвинения против божественного правления предстали бы в истинном свете перед всеми сотворенными существами. Восстание сатаны должно было быть для Вселенной свидетельством об ужасных последствиях греха. Действия сатаны должны были показать, к чему приводит пренебрежение божественной властью. Таким образом, это ужасное восстание должно было содействовать безопасности и явиться вечным предостережением для всех святых существ, удержать от совершения греха и наказания. Когда же стало известно, что сатана вместе с сочувствующими ему будет изгнан из блаженных обителей, тогда предводитель постанцев открыто заявил о своем презрении к закону Творца. Он заявил, что божественные уставы ограничивают их свободу и следует уничтожить закон, чтобы небесное воинство, освобожденное от его уз, могло достичь еще более высокого и славного положения. Изгнание с небес Сатана и его сторонники возложили вину за свое восстание на Христа, заявив, что если бы их не упрекали, то они никогда бы и не восстали. Бросив дерзкий вызов Богу, упорствуя в своем неповиновении и при этом изображая себя невинными жертвами деспотической власти, великий обманщик и его приверженцы были изгнаны с небес. Тот же дух до настоящего времени вдохновляет мятежников на земле. Среди людей сатана проводит ту же политику в детях непослушания. Подобно ему они стремятся уничтожить ограничения закона Божьего и обещают свободу людям, нарушающим его предписания. Обличение во грехе продолжает вызывать ненависть. Сатана побуждает людей оправдывать себя и искать сочувствие у окружающих. Вместо того, чтобы исправить свои ошибки, люди восстают против обличителя, будто он является причиной возникшей неприятности. Действуя так же, как и на небе, создав ложное представление о Господе, как о жестоком тиране, сатана склонил людей ко греху. Он объявил, что несправедливые требования Божьи привели человека к падению, как в свое время они потолкнули к мятежу и его самого. Изгнанием сатаны с небес Бог подтвердил свою справедливость и честь. Но когда человек согрешил, Бог засвидетельствовал свою любовь тем, что отдал своего сына на смерть ради падшего человеческого рода. В этом Господь раскрыл всего себя. Крест — могущественное доказательство, что грех никоим образом не является результатом изъянов в Божьем правлении. Во время земного служения Спасителя великий обманщик полностью разоблачил себя. Дерзкое богохульство сатаны, потребовавшего, чтобы Христос поклонился ему. Неутомимая злоба, с какой он преследовал его, вынуждая переходить с места на место. Его воздействие на сердца священников и народа, в результате чего они отвергли его любовь и кричали «Распни его! Распни!» Все это вызвало изумление и негодование во вселенной. Князь зла приложил все силы и коварства, чтобы уничтожить Иисуса. Сатана использовал людей как свои орудия, чтобы наполнить жизнь Спасителя страданием и скорбью. На Голгофе Сына Божьего опалило страшное пламя, долго сдерживаемые зависти, злобы, ненависти и мстительности. Теперь вину сатаны невозможно было оправдать. Он обнаружил свою подлинную суть. Сатанинская клевета на характер Божий пристала в истинном свете. Он обвинял Бога в том, что, требуя от сотворенных им существ послушания, он стремился к самопрославлению, что, призывая всех к самоотречению, сам Творец ничем не жертвовал. Теперь же все увидели, что правитель Вселенной принес одну из самых величайших жертв, на какую только способна любовь. Ибо Бог во Христе примирил с Собою мир. Для того, чтобы уничтожить грех, Христос смирил Себя и стал послушным до смерти. Аргумент в пользу человека. Все небо увидело Божью справедливость. Люцифер заявил, что греховное человечество не может быть искуплено. Но наказание, положенное по закону, пало на того, кто был равен Богу. И человек теперь может принять праведность Христову и смиренной, благочестивой жизнью одержать победу над властью сатаны. Но Христос пришел на землю не только для того, чтобы искупить человека. Ему предстояло доказать всем обитаемым мирам, что закон неизменен. Смерть Христа доказывает его непреложность и свидетельствует о том, что справедливость и милость — основание правления Господа. На последнем суде выяснится, что для возникновения греха нет никакой причины. Когда судья всей земли потребует у сатаны ответа, «Почему ты восстал против меня?» Зачинщик зла не сможет ничего сказать в свое оправдание. Предсмертный возглас Спасителя «совершилось» прозвучал для сатаны смертельным приговором. Исход великой борьбы, которая длилась только времени, определился. И стало возможным окончательное искоренение зла. Когда придет день, пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Никогда больше не будет зла. Закон Божий будет подсчитаться законом свободы. Испытанное и выдержавшее испытание творения никогда больше уже не поколеблется в своей верности тому, кто открылся перед ним во всей своей непостижимой любви и безграничной мудрости. Ну а продолжение этой аудиокниги вы сможете услышать в следующем выпуске за ОФМ. Наша передача на этом заканчивается. Ждем Ваши отзывы об этой программе. Пишите нам по адресу 127 473 Москва, Абонянский ящик 3, христианская радиостанция «Голос Надежды». Адрес нашей веб-страницы в интернете www.golosnadежды.ru До свидания. Господь досохранит Вас всех от зла. Субтитры создавал DimaTorzok Абонянский ящик 3, Субтитры создавал DimaTorzok Абонянский ящик 3, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok